Спорт – это и есть стиль жизни для любого спортсмена. Когда здоровым спортсменом был, для меня спорт стиль жизни был. Спорт – это жизнь. Это общение, а в-третьих, это интересно. Спорт – это жизнь. Движение – это жизнь. Это классно. Совместить спорт и общение. Среди 180 участников спорта-киады «Осенние старты» представители всех регионов Беларуси – спортсмены из России, Украины и Литвы. Из года в год сюда приезжают люди, для которых инвалидность не стала приговором, а придала жизни стимул бороться и достигать новых высот. Это общение и возможность самореализоваться, найти себя в спорте. Это если мы говорим о душевной составляющей. Но большинство, это же как и среди здоровых людей, есть мотивация и есть возможность самореализации. То есть те, кто готов работать, тренироваться, показать высокий результат, он работает абсолютно так же, как здоровые люди, ничем не отличаясь. Поэтому каждый находит что-то свое. Кто-то душевную составляющую, кто-то спортивный результат. На два дня город над Бугом стал большой спортивной площадкой для спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Атлеты-инвалиды соревнуются в семи видах спорта, два из которых – паралимпийские, боча и волейбол сидя – внесены в программу спартакиады в этом году. Сюда мы уже включили новый вид, это паралимпийский вид спорта – боча. Вот тоже развиваемся, волейбол, сидя играют спортсмены-инвалиды. Это тоже паралимпийский вид спорта. То есть отсюда это, можно сказать, начало-начало. И дальше уже создаются национальные команды, людей переводят. Это же у нас есть в стране центр олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, где в том числе в этом году создана группа по боче и, соответственно, по другим видам спорта. И надеемся, что наши спортсмены будут достойно представлять нашу страну на международной арене. Среди спортсменов-участников спартакиады немало тех, кто профессионально занимается паралимпийскими видами и входит в состав национальной команды. Для спорта высших достижений созданы хорошие условия для развития. С этих мероприятий вышли в том числе и призеры паралимпийских игр, дефлимпийских игр. То есть это, можно сказать, начало спортивной карьеры наших инвалидов, которые потом пробиваются уже на мировую арену. Спартакиада «Осенние старты» – это не просто спортивный проект, но еще и социальный. Его цель – мотивировать на успех, на желание идти вперед. Есть такие, что приезжают больше 10 лет. Очень приятно, что наше мероприятие действительно стало всенародным и любимым. Я думаю, что это благодаря и нашему Брестскому управлению спорта областному, которое является как организатором проведения. Соревнания проходят на высочайшем уровне, предоставлены лучшие спортивные базы города, судьи очень высокой квалификации. Все это, конечно, делает свое дело. Осенние старты – соревнования престижные. Не первый год в числе участников команды из России, Украины и Латвии. Постоянно растет и число спортсменов из Беларуси. Здесь тусовка, потому что много людей, которые похожи, как ты, которые любят спорт и которые сталкиваются с какими-либо трудностями. И, несмотря ни на что, кому-то спорт помог, и для кого-то вообще спорт решил все проблемы. В спартакиаде я принимаю участие второй раз. В прошлом году я участвовала. Для меня это, во-первых, возможность пообщаться. Я увидела кучу своих друзей, которых, ну, получается редко увидеть, из других городов. Встречаемся мы на каких-то подобных мероприятиях, на каких-то соревнованиях или слетах. Вот, не так часто. И поэтому рада всех увидеть. В паралимпийском волейболе брестская команда заняла второе место. Результат высокий, учитывая дебют этого вида спорта на осенних стартах. А по итогам соревнования команда Брестской области заняла первое место и завоевала Кубок Спартакиады, в очередной раз доказав свое высокое мастерство.